В эфире Ума Палата. Игра, в которой можно выиграть денежный приз. Игроков двое, приз один. Я даже не стану спрашивать у наших игроков, приходилось ли им когда-нибудь работать в команде, а потом предавать своего напарника и присваивать все его заслуги себе. Потому что именно это предстоит им сделать сегодня ради 100 тысяч рублей. Игроки, представьтесь. Добрый день, меня зовут Дмитрий Сокердонов, и я репетитор. Добрый день, меня зовут Кристиан Куприянов, я предприниматель серии образования. Кристиан, мы знаем, что когда-то, давным-давно, вы были звездным мальчиком стаблоидов. 100 баллов ЕГЭ по истории, с ума сойти, по версии далекого, очень далекого 2016 года. Как вы думаете, ваши знания по истории так же свежи, как и 8 лет назад? Ну, возможно, надеюсь, что да. Скажите, пожалуйста, вы были отличником по истории, какие-то другие предметы, по ним есть успехи? Да, конечно. В принципе, я закончил с золотой медалью школу и с красным дипломом университет. Но, видимо, нельзя быть идеальным во всем, наверняка был какой-то предмет, который вам не очень давался. Ну да, я думаю, что технические науки, да, в какой-то степени давались в меньшей степени, да, вот как раз тяжелее, возможно, что ли, было. Какие были оценки? Ну, тоже пятерки. Ну, хорошо. Дмитрий, про вас мы ничего не знаем, кроме того, что вы репетитор. По какому предмету вы пытаетесь готовить детей? По обществу знанию, по английскому и по русскому языку. Скажите, пожалуйста, вы закончили школу с какими-то высокими результатами? Вы можете похвастаться такими же колоссальными успехами, как у крестьян? Нет, не могу, но в целом я хорошо учился. Насколько помню, у меня всего 4 четверки в аттестате. Но вы не боитесь сражаться с Куприаном за денежный приз? С Кристианом нет. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в трех раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем два шара, красного и синего цветов. Вы должны одновременно вытянуть шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет начинать в первом раунде. Первым. Приступайте. Кристиан, вы будете отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы будем начинать игру. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по итогам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди, начинает Кристиан. Итак, первый раунд. Кристиан, в каком веке была французская революция? Восемнадцатый. Дмитрий, за какое открытие Альбертенштейн получил свою первую Нобелевскую премию? Пас. Фотоэлектрический эффект. Кристиан, самый первый псевдоним Антона Павловича Чехова? Доктор. Антуша Чиханте. Дмитрий, первая династия императорского Китая? Пас. Династия вся. Кристиан, кому приписано открытие инфракрасного излучения? Пас. Уильям Гершель. Дмитрий, какого древнего деятеля часто считает основателем западной философии? Сократ. Верно. Кристиан, какую страну принято считать родиной шелка, фарфоровой бумаги? Китай. Верно. Дмитрий, какой город раньше назывался Сайгон? Не знаю. Кристиан, каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду кресел самолета? Бизнес-классы? Кошки и собаки Дмитрий, на какой вопрос не мог получить ответ Гамлет? Быть или не быть. Верно. Кристиан, расшифруйте аббревиатуру НАТО. Северо-Атлантический альянс. Организация Северо-Атлантического договора. Дмитрий, как назвали шведских немецких рыцарей, которые победили войска Александра Невского? Львовский ордер. Крестоносцы. Кристиан, кем был по профессии Айзек Азимов? Инженер. Ученый-биохимик. Дмитрий, бесполезная рассылка ненужных писем в интернете? Спам. Верно. Кристиан, каких животных держат в кошарах? Кошек. Овец. Дмитрий, с чего начинается хоровая песня? Запевка. Верно. Кристиан, что изучает селенок? Волосы. Луну. Дмитрий, на каком озере произошло ледовое побоище? Чицкое. Верно. Кристиан, когда Марк Атвенн спросили, почему он решил перебрасываться из Калифорнии в Коннектнигут, он привел сразу четыре причины. Какие? Температура, климат. Весна, лето, осень, зима. Дмитрий, как назывался картофель в неочищенном состоянии? Пас. В мундире, Кристиан, назовите науку, которая изучает собственные имена. Науку, которая изучает времена? Собственные имена. Собственные... Пас. Вы не успели. Время вышло. Правильный ответ, а намастика. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 21 вопрос. При этом Кристиан дал три верных ответа, а Дмитрий – пять. Кристиан, что с вами случилось? Почему вы дали так мало правильных ответов? Возможно, не та сфера была по моей специализации. Области знаний были разные? Да, ну, безусловно. Тогда странно. Дмитрий, какой вопрос вам запомнился больше всего? Никакой, наверное. Понятно. Игроки, вы оба специализируетесь, по крайней мере, так вы преподносите область знания историю. Какой-то из этих вопросов вас, может быть, смутил, показался вам странным, неверно сформулированным? Ну, на счет, возможно, Крестоноса, что ли, тут Лимонский орденит, думаю, тоже правильный вариант ответа. Так-то, в принципе, ну, хотя, так-то, ну, интересные тоже были вопросы. И очень много вопросов было с Александром Невским, мне кажется, да, и про Чудское озеро, и про Крестоноса. Вот, целых два, по-моему, или три. Ну, что ж, поделать мы питаем слабость героям России. Дмитрий, вопросы оказались вам странными какие-то? Да нет, в принципе, адекватные. Угу. Поэтому всего лишь пять правильных ответов. Да. Ну, и насчет вот времен года тоже интересно, вот, насчет Марка Твена и того, что, насчет климата, что, возможно, варианты. Да, я слышал, что вы пришли к правильной логике о температуре. Ваш ответ мы засчитали за правильный. Дмитрий, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд первым, который также длится две минуты. Переход хода в этом этапе происходит после первой ошибки игрока. А значит, тот, кто начнет, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Дмитрий, как называлась первая межпланетная станция, запущенная в СССР и сбывшаяся поверхность планеты? Пас. Венера 3. Кристиану какого персонажа Симпсону в пять пальцев убого Гомера Симпсона или Клоуна? Убого. Верно. Какой автомобильный гигант начинал свою деятельность производства швейных машин? Тойота. Верно. В 1963 году он был настолько популярным, что даже записал альбом. Также в его честь был назван медицинский центр в неврологическом институте. Назовите его. Пас. Мохаммед Али. Дмитрий, когда в США изменялось количество субъектов государства, то на флаге увеличилось или уменьшалось количество звезд. Согласна. Количество чего изменялось на гербе СССР, если менялось число республик? Дмитрий. Пас. Ленты. Кристиан, у меня есть предчувствие знакомой с женщиной. Я всегда безошибочно отгадывал. Будет она меня любить или нет? Из какого известного произведения эта цитата? Лолита. Герой нашего времени. Дмитрий. Какая шкала измеряет землетрясение? Рихтера. Верно. В какую группу периодической системы Менделеева входит водород? Пас. В первую. Кристиан, сколько кубических сантиметров в кубическом метре? Сто. Сто тысяч. Дмитрий, какого разряда местоимений не существует в русском языке? Притяжательные, поступательные, возвратные? Поступательные. Верно. Какая планета является самой крупной в Солнечной системе? Сатурн. Юпитер. Кристиан, как называется устройство, способное накапливать электрические раззаряды? Батарея. Конденсатор. Дмитрий, какой отряд млекопитающих является самым многочисленным? Пас. Грызуну. Кристиан, кто является первым изобретателем источника постоянного тока? Ом. Александр Вольта. Дмитрий, по вечерам над ресторанами горячий воздух, дих и глух, и прайд укриками пьяными, весенний тлетворный дух. Кому принадлежат эти строки? Есенин. Александр Блок. Кристиан. Лейтенант Дэн сообщил Форсу Гампу о том, что вложил деньги в какую-то фруктовую компанию. Ее продукцию и логотип можно увидеть в фильмах «Назаду еще два месяца» и «Невыполнима», «Железный человек», «Доктор Хаус» и других. Что за компания? Эппл. Да. Итак, второй раунд завершен. А теперь факты. Во втором раунде вам было задано 16 вопросов. Кристиан дал 4 верных ответа. Дмитрий, 2. Это означает, что именно Кристиан проходит финал игры «Ума. Палата». Дмитрий, что помешало вам пройти финал? Волнение. И только? Да. То есть вы считаете, что вы не справились со своими эмоциями, а не отсутствие знаний? Да. Ладно, пусть будет так. Так, что вы можете пожелать своему оппоненту? Удачи. Договорились ли вы с ним поделить деньги, если он выиграет? Нет. А зря. До свидания. До свидания. Кристиан, скажите, готовились ли вы к нашей игре? Нет, не готовился. Вы опирались только на те знания, которые вы имеете? Да. И дополнительно ничего не перечитывали? Нет. Вы так уверены в своих силах? Не совсем уверен, но надеюсь на то, что все получится. Кристиан, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по результатам всех раундов у вас появится уникальный шанс выиграть денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш можно выиграть в конце нашего телесезона. Кристиан, что из этого изобрел Томас Ведесна на фламбиль? Лампу накаливания. Что? Лампу накаливания. Верно. Сколько всего зубов у обычного человека? 32. Верно. Какое общее название членов класса теплокровных яиц, кладущих позвоночных животных? Правильный ответ. Птицы. В Швеции владельцы собак отдают предпочтение низким, прижатым к земле породам, а в соседней Норвегии, наоборот, любят высоких собак. Чем объясняется такая разница? Местность. Местность. Нет. Налоги. Как называется угол, если он больше 90 градусов? Тупой. Верно. Южная конечная какого континента находится ближе всего к Антарктиде? Южная Америка. Верно. Древние египетяне считали его живым существом, которое пожирает все и потом, насытившись едой, умирает вместе с пищей. Назовите его? Анубис. Огонь. Есть миф, что у кошек несколько жизней. Сколько их? Девять. Верно. Натрий хлор. Что это? Это кислота. Поваренная сон. Героиня книги «У войны не женское лицо долго собирало чистые трофейные бинты, чтобы сделать это». Ответьте точно, что именно сделать. Гипс. Шить свадебное платье. Время. Кристиан, как ваши ощущения от игры? Очень интересно. Вопросы были не только из школьной программы, как вы поняли, но и в том числе из традиционных квиз-игр. В квиз-игры играете? Ну, не так часто, но когда-то был опыт. Приходилось. Понятно. Как вы думаете, вам удалось набрать 20 правильных ответов? Не думаю. Правильно думаете. Итак, за время игры я задал вам 10 вопросов. Вы дали мне только 5 верных ответов. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20. Поэтому покидайте нашу игру. Спасибо. Тем не менее, до свидания. Хорошо, спасибо. Хорошо, до свидания. Это игра «Ума Палата». Это игра «Ума Палата». Игра, в которой можно выиграть 100 тысяч рублей. Я был абсолютно уверен, что наш звездный 100-бальник сможет забрать эти деньги с собой. Но поспешил с выводами. Посмотрим, смогут ли наши следующие игроки одолеть высокую планку. Это игра «Ума Палата». Ученые и химики утверждают, что секрет прочности этого архитектурного сооружения в том, что его блоки скреплялись специальным раствором на основе риса. Любопытно, знают ли наши игроки, о каком сооружении идет речь? Узнаем прямо сейчас. Представьтесь. Меня зовут Алексеева Арина. Я работаю менеджером по продаже. Меня зовут Герасимов Алексей. Я студент Северо-Восточного федерального университета ИТИ. Алексей, вы знаете, о каком сооружении я только что говорил? Я пас, на самом деле. Но я думаю, что это китайская стена. Ваше предположение такое? Китайская стена. Понятно. Если вдруг фортуна сегодня будет на вашей стороне, и вы сможете получить шанс выиграть 100 тысяч рублей, вы уже придумали, на что потратите? На права и на зрение, наверное. Ну хорошо. Пусть ваше зрение сегодня вас не подведет, потому что вопросы будут появляться на экране. Арина, вы представились менеджером по продажам. Соответственно, очень хорошо умеете считать деньги. Вы-то уже точно должны были решить, куда потратить? Да, в копилку на покупку машины. Достойно. Посмотрим, осуществится ли ваша мечта об автомобиле сегодня. В какой области знания? Автозапчастей, по большей части, и математика. Вы хорошо разбираетесь? Ну, да. Буду считать, что да. Ну что же, проверим это. Великая начинается с малого. Алексей, а есть ли та область знания, в которой вам нет равных? Я думаю, да. Потому что надо все время развиваться, и нельзя быть прям таким гением на все 100%. Ну, в чем вы разбираетесь? Мало-мальски хотел бы. Наверное, в стратегии и тактике. Угу. Ну ладно, в стратегии и тактике так и запишем. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех раундах нашей игры, коих будет ровно 3. Пока что рядом с вами стоит черный ящик, в котором находятся два шара, красного и синего цветов. Вам нужно вытянуть одновременно один из шаров. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет начинать первый раунд первым. Приступайте. Арина, вы будете отвечать на вопросы нашего первого раунда, первой. Верните шары на место. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Первой начинает Арина. Итак, первый раунд. Арина, сооружение для сребы по мишеням изручного огнестрельного и пневматического оружия. Пас. Тир. Алексей, восклицание, означающее радость открытия. Пас. Эврика. Арина, другое название Древней Греции. Пас. Эллада. Алексей, сколько животных Моисей поместил в ковчег? Пас. Нисколько. Ковчег был у Ноя. Арина, можно ли натощак съесть два печенья? Да. Нет. Алексей, священная книга мусульман. Как она называлась? А, пас. Коран. Арина, в какой стране есть музей-квартира Антона Чехова? Санкт-Петербург. Шри-Ланка. Алексей, что нельзя услышать, даже если об этом говорят? Не пас. Тишина. Арина, наемные рабочие, передвигавшие речные суда вручную с помощью бичевы и весел. Это? Пас. Бурлаки. Алексей, в боксе возглас судьи, означающий, что боксер нокаутирован. Нокаут? Аут. Арина, ископаемый слон? Мамонт. Верно. Алексей, богатый покровитель наук и искусств? Ломоносов. Меценат. Арина, вес груза без упаковки? Пас. Нет-то. Алексей, заключительная часть дистанции соревнований? Пас. Финиш. Арина, первый публичный показ нового спектакля? Пас. Премьера. Алексей, царица цветов. Это? Сардана. Роза. Арина, сколько ног у паука? Восемь. Верно. Алексей, какая река дважды пересекает экватор? Конго. Арина, что кричал попугай Флинта? Пас. Пиастры. Алексей, в одной советской рекламной кампании об этом товаре говорилось так. Ланолин снимает мышечные боли, прекрасно испаряет и поглощает влагу. Напомогает овцы, козы и даже верблюды. Также было рекомендовано не валять дурака. Скорее, идти в магазин, пацаны. Вес? Валенки. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 20 вопросов. При этом Алексей дал ноль правильных ответов, а Арина два. Арина, почему только два правильных ответа? У меня скорее вот то, что сам темп вопросов немножечко озадачил. То есть я знала вопрос нет, вроде бы знала, но из-за темпа всех вопросов, как-то все улетучилось. У вас медленный мозг, как говорят наши участники? Видимо. Видимо, да. И, видимо, по этой причине вы решили, что Санкт-Петербург – это страна. А я вообще что-то не подумала об этом. А наемные рабочие, которые передвигали речные судна, бурлаки вы не знали? Нет, это не знала. И картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге» вы, конечно, не видели. Понятно. Может, на программе? Да. Почему ноль? Я многого не знал, но я узнал так много. Вы ничего не знали? Почти. Почти. А на какие-то вопросы вы знали ответ? Мамонт, 8 ног. Мамонт? И то, что царица цветов – это сардана? Ну, я в этом не разбираюсь, поэтому. То, что пришло мне в голову. Что пришло в голову? Абсолютно. Ну, по крайней мере, можем похвалить вас за то, что вы патриот своей малой родины. Арина, вы получили преимущество. Теперь вы начинаете второй раунд, который также длится 2 минуты. Переход хода в этом этапе происходит после первой ошибки. Это означает, что игрок, который не ошибается, может не оставить своему сопернику ни единого шанса ответить хотя бы на один вопрос. Арина, какая птица делает в гнезде подсилку из любых косей? Чайка. Зимородок. Алексей, как самая маленькая часть света? Пас. Австралия. Арина, у кого уши на ногах? Пас. Кузнечик. Алексей, как зовут ученого, чье имя теперь вносит прямоугольная система координат? Пас. Декарт. Арина, денежная единица Японии? Юань. Иена. Алексей, басня Крылова про мартышку, осла, козла и медведя. Называется? Пас. Квартет. Арина, какой океан на нашей планете самый глубокий? Тихий. Верно. Арина, какие насекомые выпивали по три чашки чаю с молоком и крындельком в сказке Чайковского? Муха-цокотуха. Муравьи. Букашки. Алексей, самая близкая к Солнцу планета это? Венера. Меркурий. Асси. Арина, как называется координата точки на оси? Икс. Пас. Абсцисса. Алексей, утконос это млекопитающее. Правда ли, что он откладывает яйца? Да. Да, верно. Алексей, отношение пройденного пути к затраченному времени это? Расстояние. Скорость. Арина, сколько слогов в слове летоисчисления? Семь. Семь. Верно. Арина, какой цвет получится, если смешать синюю и желтую краску? Зеленый. Верно. Арина, в каком году родился Петр I? Пас. В 1672-м Алексей, первый из европейцев, достигших берегов Австралии, это? Пас. Янзон. Арина, какая богиня соответствует древнегреческой афродите в римской мифологии? Пас. Венера. Алексей, кто в одной из самых известных сказок Андерсона изготовил зеркало, в котором все доброе окажется злым, а злой только ярче бросается в глаза? Белоснежка. Тролль. Арина, кто из российских императов стал последним? Пас. Николай второй. Алексей, какой из животных в списке можно назвать санитаром леса? Так. Муравей? Волк. Арина, Сивка, Бурка, это герой одной из русских сказок. А еще он? Пас. Конь. Время вышло. Второй раунд завершен. Сухие факты следующие. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Алексей дал один правильный ответ, а Арина – три. Это означает, что в финал игры «Ума палата» проходит именно Арина. Алексей, что вам помешало, как будем оправдываться? Я не оправдываюсь. Ну, найдите причины. Их нет? Их нет. То есть зритель должен понять, что ничего нет в голове у Алексея? Ну, наших выхочется. Век живи, век учись. Ну что же, будем желать вам удачи в вашем учебе. Учитесь, идите. Ясно. До свидания. До свидания. Арина, если с Алексеем все понятно, и мы его, слава богу, вы проводили, то, может быть, вы все-таки что-то ответите, почему так мало правильных ответов? Опять-таки из-за скорости. Из-за скорости? Скорость вам мешает? Не могу так, оказывается, быстро в моменте найти ответ у себя в голове. А с течением времени, возвращая в памяти все те вопросы, которые вам задавались, вы знали на них ответы и могли бы сейчас их дать? Ой, сейчас я уже забыла, какие-то были вопросы. Видимо, не только в скорости, но и в объеме вашей памяти. Понятно. Арина, вы готовились для нашей игры? Ну, пассивно. Только смотрела ваши передачи предыдущие. И так примерно через приложения какие-то. То есть темп моей речи не был для вас сюрпризом? Вы все-таки знали, что я задаю вопросы быстро? Просто я в таком вот первый раз участвую. И никогда раньше такого не было. Понятно. По крайней мере, можно вас похвалить за то, что вы смотрели нашу передачу. Спасибо. Арина, ровно одну минуту. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 за всю игру, у вас появятся уникальные шансы выиграть денежный приз 100 тысяч рублей. Я напоминаю вам о том, что этот денежный приз можно выиграть в конце нашего телесезона. Арина, антофобия, боязнь цветов, опифобия, боязнь пчел и ос. Чего боятся айлурафовы? Пас. Кошек. Сколько грамматических основ могут входить в состав простого предложения? Четыре. Только одна. Частью какого континента является Марокко? Пас. Африка. Как называется теорема в геометрии, позволяющей вычесть длинную гипотенузу прямоугольного треугольника? Пас. Теорема Пифагора. Как называются кости позвоночника? Позвонки. Верно. На каких российских конфетах изображена картина «Утро в сосновом лесу»? Мишки в лесу. Вот это... Мишка Кослапый. Сколько точек на одном игральном шестигранном кубике? Сколько точек на одном шестигранном кубике? Шесть. О, четырнадцать. Двадцать один. Как называется угол, если он больше девяносто градусов? Тупой. Тупой. Есть миф, что у кошек несколько жизней. Сколько их? Одна. Девять. Если в Москве час дня, сколько времени в Владивостоке? Час дня? Семь часов. Восемь часов. Является ли восемнадцать простым числом? Нет. Нет. Что воровал человек, скажем, на сегодняшний день? Пас. Гайки. Время вышло. Арина, игра завершилась для вас. Как ваши ощущения? Ну, такие будоражащие, что ли. Будоражащие. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы предполагали, что игра, которую вы смотрели по телевизору, в реальности будет именно такой? Примерно, да, предполагала. Просто не была, оказывается, готова к этому подсознать в чем уровень. А что ожидали? Что совпало с ожиданием? Ну, то, что я все-таки слаба в знаниях истории и литературы. То, что я до этого знала. И вот просто сказать, что у меня проблемы с памятью. Вот, да, именно это, чем касается. Ну, хорошо. Спасибо. Видимо, зря вы хотели копить на машину. Ну, придется копить из других средств. Не за счет наших денег. Итак, за время игры я задал вам 12 вопросов. Вы дали мне 4 правильных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20. Это означает, что сегодня вы покидаете нашу игру. До свидания. Спасибо за игру. До свидания. Это игра Ума Палата. Я все еще сохраняю надежду, что игроки не упустят своего шанса заработать 100 тысяч рублей. Случится ли это? Узнаем на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин